Друзья, всем привет! Не так давно я выпускал видео с Иваном Породновым, который озвучил Джеки в Киберпанке. Хотите больше? Ха-ха! Получайте! Один из самых залайканных комментариев под выпуском был призывом не звать на канал Ивлееву и Поперечного. Для тех, кто не понял, Ивлеева и Поперечный одни из приглашенных звезд, которые в Киберпанке озвучили второстепенные роли. Линия девятка выдерживает температуру от минус 140. Заходишь, забираешь хром, выходишь. Сделано это было для маркетинга. Практически всем такой рекламный ход не понравился. В комментариях под анонсом звезд в Киберпанке возникла вечная тема, что российскую локализацию невозможно слушать, а весь контент стоит потреблять только на языке оригинала и прочее, и все из этого вытекающее. Но меня это натолкнуло на другую мысль. Звезды и блогеры весьма косвенно относятся к дубляжу. Их роли зачастую второстепенные и, как в случае с Киберпанком, всего лишь маркетинговый ход. Тем не менее, бывают случаи, когда звездам дают более-менее большие роли. У кого-то получается хорошо озвучить, у кого-то не очень. В этом мы и будем сегодня разбираться. Давайте я в двух словах объясню, как будет построен выпуск. Кто на меня подписан, знает, что я провожу стримы, где слушаю фрагменты озвучек от простых пользователей, моих зрителей и просто тех, кому интересна данная тематика. Также мы со зрителями даем обратную связь, отсматриваем какие-то озвучки, говорим хорошо, плохо, что, как и так далее. Я, так же, как и вы, эти отрывки буду видеть впервые. Все фильмы для меня подобрала и нарезала моя команда. Спасибо им. Также они подготовили небольшую информационную сводку в конце каждого блока. В общем, если не разобрались, то поймете по ходу дела. Давайте уже начнем смотреть, что для меня там подготовили. Так, ну что, у нас первый отрывок, 13-й район, кирпичные особняки, 2013-й год. Моя мама бы в гробу перевернулась, если бы увидела, что я кладу столько острого перца в ее карри. Рецепт моей мамы хорош еще Тим... Ну, это Тимоти, да? Это Тимоти. Это Тимоти, и звучит это, как будто он читает рэп на сцене. Такое вот, таким акцентом. Тут какой-то, по ходу дела, это злодей какой-то. Но все равно, мне кажется, чересчур вот этого его рэперского такого, знаете, гона. Короче, он не вышел из своего статуса на сцене. Тем, что все получается, если есть все ингредиенты. Я все не могу забыть сегодняшнюю каркейту. Да, точно, это Тимоти по-любому. Конечно, очень заметно и слышно вот эти все его признаки и штампы, когда он озвучивает роль. Он точно еще находится в образе вот этого четкого, мощного парня. Это однозначно. Слушай, босс, мы с Райзой, ты понимаешь? А это у нас, по ходу, дело L1. Да, да, это Ливан Горозия, по ходу. Только баба сюда не проплетай. Очень размазанные буквы, очень размазанные окончания. Нету четко поставленных точек. Понятно, почему именно Тимоти сюда выбрали, да, но с точки зрения, конечно, дубляжа и каких-то основ озвучки это звучит так очень сомнительно. Опять же, это только мое мнение, и я буду очень рад, если вы напишите в комментариях свое мнение. Гиперболизировано, гипертрофировано все реакции и все эмоции, которые есть у актеров в кадре. Мне кажется, что этого чересчур от Тимоти. Давайте прочитаем. Тимоти озвучил злодея, которого сыграл культовый рейпер RZA. Правую руку злодея озвучил, да, Ливан Горозия, L1. Тимоти уже озвучивал 13-й район в 2009 году. Тогда у него роль была поменьше. Видимо, в первый раз реклама сработала, и маркетологи прокатчика снова его привлекли. На некоторых афишах было указание, что рейпера озвучил Тимоти. Вот, да, мы угадали и дали свою небольшую оценку. Едем дальше. Дальше у нас идет Субурбикон 2017 года. О, тут у нас Мат Дэймон. Как самочувствие, сынок? Ясно. Ладно. Это Гарри Харламов. Это Гарри Харламов, это точно. И по первым фразам мне нравится, кстати говоря. Всеми известный Сергей Быстрицкий озвучивает Мата Дэймона практически во всех фильмах. И, кстати, мы с ним обязательно сделаем выпуск. Но пока прикольно. Тяжелый был день. Ну, кстати говоря, вот у Гарика Харламова, даже вот в каких-то простых диалогах и фразах, у него нет вот этой наигранности, которая есть у того же Тимоти из предыдущей работы. То есть он звучит очень естественно. У человека есть актерская база, и он не просто какой-то там певец или еще кто-то. И это слышно в его обычных диалогах, потому что в дубляже очень сложно озвучивать обычные спокойные диалоги, когда тебе нужно просто идти за актером, ничего не придумывая. Вот как раз пока Гарик Харламов очень круто справляется, и я хочу сказать, что это очень даже неплохо. Ну, я же видел. Это были другие грабители. Их там точно не было. Ну, я же... Юноша, ты должен понять одну вещь. Каждый день ко мне в офис приходят люди, говорят, мы встречались, но эти люди ошибаются. А иногда я вижу кого-то, кто кажется мне знакомым. Мне говорят, что я обознался. Ничего не наиграно. И все абсолютно точно и за Мэттом Дэймоном повторяется, и Харламовым. Конечно, есть узнаваемость голоса, потому что мы ассоциируем Гарика Харламова с комедийным персонажем, над которым мы смеемся. А здесь достаточно серьезная сцена и такой диалог с сыном, как отец с сыном разговаривает. Немножко, ну, если вы знаете, да, если вы узнали Гарика Харламова, у вас идет такой некий диссонанс. Но если вы его не знаете и, в принципе, не догадываетесь, да, что это Гарик Харламов, то я вам хочу сказать, что это весьма достойно. Гарик, красавчик. Мэтта Дэймона озвучил Гарик Харламов. Все верно. Все остальные проекты Гарика в дубляже — мультфильмы. В случае с Субербиконом прокатчики в России, по всей видимости, решили, что актер дубляжа должен быть похожим на актера в кадре. Кстати, да, если мы сейчас вот так вот две картинки сделаем, Мэтт Дэймон из этого фильма и Гарик Харламов будет похожим. Невозможно отделаться от ощущения, что следующим в кадр войдет актер с голосом Тимура Патрудинова. Да, есть такое. Следующий наш фрагмент — это фильм «Я люблю тебя», Филипп Моррис. Вы Барбара Беском? Да, а что случилось? Вы отдали ребенка на усыновление, правильно? Я не понимаю, о чем вы говорите, сэр. Ребята, если вы поняли, кто у нас здесь звучит, мне нужно еще немного времени. Ты была молодая. Да, ты ошиблась и отдала меня. Ах, послушайте. Не договорить. Мы все ошибаемся. Но я пришел сказать, что я тебя прощаю. Ведь никто не совершенен. Теперь начнем с нуля, станем семьей. Это Тимур Батрудинов. У Тимура есть некая шепелявость, и это слышно на некоторых словах. Послушайте. Не договорить. Мы все ошибаемся. Но я пришел сказать, что я тебя прощаю. Ведь никто не совершенен. Теперь начнем с нуля, станем семьей. Да, слышите вот этот вот небольшой дефект речи, Который есть у Тимура Батрудинова Он слышен в озвучке Ну почему? Уйди от меня Хорошо, ладно, я понял Слишком тороплюсь Я вернусь еще, ладно? Шипящий, еще И по этому фрагменту я хотел бы сказать Что не совсем у меня ложится картинка Герой и голос Вот допустим с Харламовым Это было очень неплохо То есть сочетались Мэтт Дэймон Да, и Гарри Харламов А здесь Джим Керри Работает отдельно от Тимура Батрудинова То ли это, не знаю, разница в актерской игре Да, в кино и в закадре То ли это недостаточный опыт Тимура Но почему-то Тимур живет отдельно от персонажа То есть нету отыгрышей каких-то моментов Я же был вторым! Что не так со мной? Что не так со мной? Очень сильно уходит наверха, когда кричит И это отделяет актеров в кадре от актера за кадром Когда он уходит, дает вот этого петуха Иногда это возможно, да? Но больше это применяется и лучше звучит в мультфильмах Когда там какие-то мультипликационные есть персонажи А когда у нас есть герой Который здесь еще и испытывает какую-то эмоциональную такую перегрузку И когда мы слышим этих петухов Это звучит не очень Хорошо, могу сказать так Тимур тоже молодец Но все равно звучит так, что Тимур не считывает персонажа, которого озвучивает И делает больше от себя То есть он добавляет свои какие-то, возможно, эмоциональные всплески И отыгрывает, как он хочет Не как показано в кадре и как сыграл актер А именно идет от Тимура Джимми Керри озвучил Тимур Батрудинов Да, первый проект Тимура в дубляже мультфильм Хортон в 2008 году В оригинале главного героя звучал Джим Керри А, вот оказывается как Может быть, у Тимура неплохо получилось И в том же 2008 году его позвали озвучивать уже самого Керри Возможно, он уже озвучивал Джима Керри И там получилось неплохо И его решили позвать еще раз И плюс для маркетинга это тоже неплохо Мы едем дальше Следующий фильм Бивень Самый улетный Видели, сколько там просмотров? Миллионов тридцать Так, поехали Это два товарища, два друга Евгений Баженов и замечательный Петр Гланс Жень, если вдруг ты посмотришь это видео Я, конечно, сомневаюсь Я тебе хочу сказать, что у тебя замечательный актерский смех Вообще, ребята, сделать эмоционально, качественно смех Это очень-очень тяжело Потому что смех, слезы, горе, страдания Все это надо показывать Когда ты сидишь в студии, у тебя все хорошо А под актера надо подстроиться И когда у нас есть вот такой качественный, хороший смех Это не просто смех Это именно уже ржач, да, вовсю И это звучит, естественно Это большая заслуга актера Женя молодец Я расспрошу этого парнишка обо всем Я хочу знать, хочу знать, на кого он мастурбирует Да И еще интересно, где его нога? Он сохранил ее? Я должен признаться, я столько раз посмотрел видео, что мне становится его жаль Я, конечно, не перестану смеяться, но мне его слегка жаль Жаль его! Да у него тысяча... Женя тоже очень узнаваемый голос И в Киберпанке он работал Здесь чуть-чуть, наверное, Женя помоложе, чем актер, который играет в кадре Поэтому есть некий диссонанс голосовой То, что молодой голос По динамике, в принципе, неплохо И то, что эмоционально отдает Женя И как он считывает персонажа, неплохо Зачем мне две ноги? Какая разница, я же не марафонец Так что берегитесь, чокнутые канадосы Грядет нечто мега крутое Неплохо очень звучат Я думаю, что режиссер Он и хотел вот увидеть эту связку Они же общаются Евгений Баженов и Петр Гланс Как бы участвуют в каких-то проектах друг друга Я думаю, что это как раз было в тему Скоро бродяга Уоллес отправится в отвязное путешествие на Великий Белый Север На встречу со звездой Скороговорение, кстати говоря, у Женя Очень неплохо поставлено Достаточно быстро актер говорит И очень много в укладке слов И мы не слышим каких-то дикционных и артикуляционных ошибок Это круто Видимся на следующей неделе Пока Уоллес посидит в гостях у одноногого чудо-эксперта По члену вредительству И позорище интернета Парня-самурая Единственное, да, вот возрастной какой-то Небольшой диссонанс актера и голоса Небольшой, у Жени он такой достаточно высокий Возможно, возможно, вы это тоже заметите Но в целом, в целом достаточно неплохо Ну, что можно, как можно подытожить Хорошая связка Петр Гланс и Женя Бэткомедиан Слышно, точнее, что у Жени не так много опыта в озвучке Иногда бывают какие-то чересчур эмоциональные моменты на обычных диалогах То же самое, наверное, мы можем подметить там по Сайберпанку, да, когда мы слышали его работу Тоже непонятно, как там подбиралась роль для Жени и почему так Ну, не совсем она удачная, на мой взгляд Что касается вот именно этого фильма Ну, Жень молодец, я думаю, что ему стоит это продолжать, да, если там зовут, это очень круто Стоит учиться у того же Петра Гланса Женя мог бы и в этой профессии очень неплохо себя показать Да, друга главного героя озвучил Евгений Бэткомедиан В дубляже у Жени есть еще один большой проект Он озвучил Зака Брафа в фильме «Хотел бы я быть здесь» Вот, поэтому вы, если вы фанат Жени Бэткомедиана Можете посмотреть фильм «Хотел бы я быть здесь» И послушать, как отработал Женя Следующая блондинка в шоколаде Ты отлично выглядишь Где ты был, мини-член? Виктория, все кончено И я достоин лучшего Лучше меня? Лучше меня нет Я не позволю какой-то толстозадой дуре Разрушить мои отношения с таким куском дерьма Ксения Анатольевна Собчак Это явно Я тут не знаю, что можно сказать Сама актриса Пэрис Хилтон Звучит и смотрится не очень Смотрится, звучит не то слово А вот Ксения Анатольевна как раз звучит не очень Для чего это сделано? Я примерно понимаю Типа такой ход Есть блондинка в шоколаде в Америке Это Пэрис Хилтон Есть у нас блондинка в шоколаде Ну была по крайней мере Ксения Собчак Сделали такой дуэт Типа как прикольно, наверное Никого не обвиняю Ксения Анатольевна ни в коем случае не актер И тем более не актер дубляжа Из-за кадра Она просто стала жертвой Маркетинга Я считаю, что это, ну, провал Провал Ну здесь мы не будем долго останавливаться Давайте прочитаем Получилось ли у нас угадать В те годы у Пэрис Хилтон был российский аналог Ксения Собчак Она ее и озвучила У фильма рейтинг на кинопоиске 1.5 Нифига себе Я думаю, что справедливый рейтинг для такой картины Следующий у нас это Затерянный мир За свою научную карьеру Я досконально изучил и рептилии И разные виды хищных птиц Коими являются и динозавры Но это ведь не доказано Не перебивай Это Сережа Светлаков И явно прослушивается говор Уральский Сергей же с Урала У них великолепный нюх И хотя я собрал этот материал Для дальнейших исследований после возвращения Думаю уместно применить Его сейчас Мачага Дрозавра Мы натремся Стой, стой, стой Отличный актер в кадре Не помню, как его зовут Безумно непонятное решение Пригласить Сергея Светлакова С его говором И с его механикой речи Это ни в коем случае Опять же, не его минус Он прекрасно им пользуется В картинах Типа там Нашей Раши Ёлки Играя Таких своих типовых актеров И это ему подходит Но когда это Мы слышим Как зрители в закадре Причем на Таком актере Возрастном Получается Какая-то Шляпа Если честно Это, наверное, после Блондинки в шоколаде Это, наверное, второе Самое неудачное Сочетание Главного героя Озвучил Сергей Светлаков Первый и единственный Опыт Сергея в дубляже Вот что сам Сергей Говорит о своей работе Когда мне предложили Сделать дубляж Я сказал, что в этом деле Не профессионал Но когда мне сказали Кого нужно озвучить Это явилось главным Уилл Феррелл Его зовут Мой современный кумир Я согласился на эту работу С одним условием Это будет не шаблонный дубляж А некое творчество Куда можно будет Внести что-то свое И адаптировать его юмор Под наш сленг Надеюсь, у меня это получилось Я думаю, что это не получилось Ребят, напишите свое мнение Кстати говоря Насчет коллеги Сергея Светлакова Михаил Голустян Прекрасно сделал кунг-фу панду Просто замечательно Вот как раз его кривляние Его образ Который он транслирует И за который Он полюбился миллионом людей Он перенес на кунг-фу панду И это было замечательно Это было абсолютно прекрасно сделано С точки зрения Попадание в персонажа Прям супер Это отличный мультик И Михаил там прям Классно попал Здесь Не знаю Нет Мне прям не зашло Семейный брак Семейный брак Я так понял Что это у нас сериал Значит одна Но ты сказала Что могут быть разные интерпретации Ну Можно понять это как Одна интрижка Или можно понять как Четыре ошибки Не понял Одна ошибка И потом еще три повторения Я Я понял кто это Это Татьяна Лазарева И Михаил Шац Насколько я понял Проверим чуть позже Татьяна звучит немного Раздельно Не Не слитно Не Как бы вам объяснить Это правильней Каждая фразу Она рубит Она ставит точки Очень часто Поэтому получается Такой рубленый текст Михаил Шац Если бы Здесь не было Татьяны Лазаревой Я может быть даже И не понял Что это он Слышно Что у него есть Достаточно неплохой опыт В этой Профессии Я думаю Что он озвучил Не одну картину Возможно Может быть даже больше И он звучит неплохо Запутался Так еще раз Сколько раз Ты с ним переспала Четыре Не три Нет Одна ошибка И три повторения Изначально ошибки Первый раз был Первородным грехом А остальные Просто его повторения Я понял В чем Может быть проблема Это опять же Мое мнение Татьяну очень много Привносят своего Своих каких-то Интонаций Фраз Ой не фраз Сочетаний Голосовых И переносит это На актрису На мой взгляд Самое сложное Это диалоги Писать Спокойные На мой взгляд Михаил здесь Справился достаточно хорошо Профессионально Спокойно А Татьяна Немножко Завышает там Где-то интонации Немножко Где-то перекрикивает Это опять же Опыт Ни в коем случае Они молодцы У них есть Какая-то такая Связка семейная Слышится Поэтому Я думаю Что они Справились Достаточно неплохо Давайте проверим Угадали ли мы Главных героев Озвучили Михаил Шац И Татьяна Лазарева Экспериментальный сериал 10 серий По 10 минут Экспериментальный подход К озвучке От Кинопоиска Для Татьяны Это первая роль У Михаила Был небольшой опыт И Небольшой опыт В фильме Прогулка Эфиры Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева И Небольшой опыт И В целом Это все Что я хотел На сегодня Сказать Если вам Зашел такой формат Реакции То обязательно Поставьте лайк Напишите в комментариях Что вам понравилось И я продолжу Делать это И на основе Игр И на основе Мультипликации Как уверила меня Моя команда Материала для работы Еще Очень И очень Много С вами был Дмитрий Череватенко Спасибо за просмотр Поставьте лайк Напишите комментарий А мы с вами Увидимся Совсем скоро Пока